Это новости не из телевизора и не для него. Это то, что происходит вокруг, даже если вы этого не замечаете. Пусть ваше общение с представителями власти всегда будет таким же коротким. А мы вернемся к новостям. Внимательные ученики одной из школ Амурской области заметили, как поварихи накладывают столовскую еду в тарелки абсолютно голыми руками. Котлетку с кишечной палочкой никому не хочется, видео поскакало в интернет, из управления образованием уже выехали на дегустацию. Обычный трезвый житель дома где-то в районе Люблино внезапно услышал крик. И не откуда-то от соседей или с улицы, а из собственного туалета. Как только прошел первый позыв наложить кирпичи, удалось обследовать помещение. За унитазом никто не прятался, а вот из водопроводной шахты торчали ноги. Обладатель этих ног громко клял свою нелегкую судьбу. Оказалось, что это строитель, который пытался ремонтировать крышу, не заметил открытую шахту, свалился в нее, пролетев полтора этажа. Это был не единственный провалившийся на неделе. В Новокузнецке молодой человек искал закладку в мусорпроводе и, не удержавшись, упал в него. Администрация Михайловского района в Приморе порадовала собравшихся на праздновании Маслицы показом бодрого гей-порно. Как оказалось, чуть позже это был незапланированный показ, хотя возбудились и полицейские, и сама администрация. В ходе быстрых розысков виновник торжества был установлен. Им оказался студент, раньше работавший здесь. Он затаил обиду на местную администрацию за свое увольнение, а во время праздника подключился по вай-фаю и запустил видео сразу на медиапанно. Этим хотел намекнуть, что тут работают вот эти самые, как в кино. Теперь ему грозит шесть лет за незаконный оборот порно. В Омском аэропорту в зале ожидания на одного из пассажиров спустилась муза. Он скачал и начал декламировать свои стихи, чем-то отдаленно напоминающий рэп перед сотрудником полиции. Трудно сказать, какого эффекта добивался молодой человек. Но полицейский почему-то не аплодировал и не просил автограф, а отправил возбужденного стихоплета с бригадой скорой помощи отдыхать. Следов алкоголя и наркотических веществ в крови артиста не обнаружено. Пассажирам и сотрудникам аэропорта он ничем не мешал, кроме своего фристайла. У МВД претензий нет. Принято решение отправить его на свидетельство у него в психбольницу. Говорят, что в Ростове-на-Дону на уборке улиц выделено 6,5 миллиардов рублей. А убирают их иногда вот таким способом, перекладывая пыль с места на место с помощью пыльной бури. Оказывается, не это имело в виду руководство города. Водитель оштрафован на 5000 рублей. Иркутский чиновник во время обыска в его кабинете на глазах полицейских съел вещдок, прямо в ходе его задержания полицейскими. Он попался на взятки в 160 тысяч рублей и пытался проглотить листок с написанными суммами денег, которые он хотел получить, но внезапно подавился. Сотрудник органов душевно похлопал его по спине, но на результат следствия это, конечно же, не повлияет. А напоследок можете посмотреть, каким кринжовым выглядела Маслинца в столичном парке Зарядье. Это были новости, которых не покажут по телевизору. Пишите, что думаете по этому поводу в комментарии и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях.